Это бульвар Ленина. Вот он. Вот если нажать в прошлое, мы увидим этот бульвар. Вот тут видно старый вокзал, можно рассмотреть, какой он был маленький. Невысокие здания, молодые деревья, старинные особняки. Именно таким помнит Симферополь программист Александр Белов. Как коренного жителя города, его всегда интересовала история губернского города С. Рассказывать о ней он решил со страниц собственного сайта. У меня была идея сделать эту самую машину. Вот машина в Ленину. Вот это самое. Это вот это самое. В настоящем нажимаешь кнопочку и переходишь в прошлое. Нажимаешь еще раз, переходишь в настоящем. Из архивов, музеев от друзей и посетителей сайта. Старые снимки Александр коллекционирует с 2004 года. Часть материала заимствуют из-за рубежа. В период оккупации Симферополя немецкие военные оставили много фотохроники. Я перевел разные, переводил фразы на немецкий язык и искал по немецким фразам. И в результате Иоанн отнулся на очень интересную фотографию в центре Симферополя. Там такой указатель стоит во все стороны. Там какой-то молодой парень написал, что вот мой дед воевал в Крыму, в Симферополе. Мужчина отдает предпочтение электронному формату. Бумажные оригиналы он оцифровывает. Затем ищет место, изображенное на фото. И с того же ракурса делает свой кадр. Так, по мнению автора, может выглядеть машина времени. Как много могут рассказать старые фотографии? Например, немногие симферополцы знают, что когда-то в здании госсовета была тюрьма. А по улице Карла Маркса свободно ездили трамваи. Также, взглянув на советские фотографии, вы на них не найдете собор Александра Невского. Вновь он был возведен лишь в начале 21 века. Три года назад Александр увидел снимок города, сделанный немцами в 1918 году. На его основе родился 40-минутный фильм о судьбе зданий центрального района Симферополя. На этой открытке, начало прошлого века, мы можем видеть переулок Фабора. И вот здесь здание приюта. Приют просуществовал до 30-х годов 20-го столетия. В советское время в здании размещалась школа, затем профессионально-техническое училище. Сейчас здесь Министерство образования Крыма. Фильм получил много положительных комментариев. Это вдохновило Александра на создание своего видеоблога. На канал мужчины уже подписалось почти 600 человек. Я вот приобрел такую маленькую камеру. Она со стабилизатором. Вот ее можно двигать как угодно. Она не трясется. С чем она еще хорошо? Потому что она маленькая. Ее даже некоторые не понимают, что это камера. На достигнутом Александр не останавливается. В планах создание фильма о легендах полуострова. Автор уверен, что изучая старые мифы, ему удастся глубже понять историю родного края. Дарья Шарипова, Влад Мошек. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин